Подружки, привет и добро пожаловать на мой канал! Как вам вот это вот психи-чье гнездо на моей башке? Блин, мне кажется, тут что-то очень сильно вышло из-под контроля и сильно пошло не так. Ну и ладно, фиг с ним. Короче, подруги, сегодня у нас с вами важный день, у меня сегодня первое УЗИ. Я, конечно же, как и любая, мне кажется, нормальная беременная баба, терпения не имею и не дождалась до восьмой недели своей беременности. Итак, сейчас у нас ровно 5 недель и 6 дней, то есть завтра ровно 6 недель моей беременности. И я сегодня иду на УЗИ для того, чтобы посмотреть, что там происходит, то есть подтвердить у доктора свою беременность. Опыт прошлой моей беременности, очевидно, ничему меня не научил. Я тоже поперлась на, по-моему, 6 недель, уже полных у меня было. Я пошла на УЗИ, и там не было видно ровным счетом ничего, вот вообще ничего. И вы представляете, первая беременность, какое было мое состояние. Я, мне кажется, рыдала там, блин, дня 3. Но мне сказали, иди домой, через 2 недели возвращайся. До 8 недели тебе вообще здесь нечего делать. До 8 недель в лучшем случае у тебя будет плодное яйцо, ну, то есть черный круголек виден. А в худшем случае не будет видно вообще ничего, смотря какой УЗИ аппарату твоего доктора. Поэтому иди, гуляй до 8 недели, и вот после 8 недель возвращайся. Я думала, что тяжело ждать до тестов на беременность. Оказывается, ждать еще потом УЗИ до того, чтобы доктор тебе все подтвердил, и было сердечко, и все-все-все, это еще хуже. Поэтому в прошлый раз, я помню, как-то было мне не очень. Но, как говорится, на своих ошибках я не учусь, правильно-правильно. Поэтому я попрос сегодня, и буду делать свое УЗИ сегодня. То есть 5 недель и, что там я сказала, 6 дней? Да, 6 дней. Но завтра, короче, получается у меня уже 6 недель. Ну да ладно, я думаю, что что-то там-то будет видно, даже если не будет видно ничего. Продолжу этот выпуск уже со вторым походом к своему гинекологу. Но в целом, я надеюсь, что результат будет понятен. Наши задачи какие? Во-первых, конечно же, подтвердить беременность и понять, все ли там в порядке. Второе, убедиться, что там один малыш, а не два малыша. Потому что если будет два малыша... Ой, господи, я буду сильно-сильно просто в шоке, в ужасе. И в целом, ну, как бы, не знаю. Ну, а если в целом так подумать, здесь у нас двойня. Ну, по крайней мере, для Ютуба будет классный контент. Это все. Вам будет сильно весело наблюдать за моими попытками и вообще все это собрать в кучу. И, конечно же, мы должны убедиться, что все у нас там прикрепилось, имплантировалось в правильном месте. Что все окей и все, в общем, соответствует норме. И еще сегодня я хочу сдать ХГЧ. Я сдавала ХГЧ уже два раза. У меня ХГЧ сдают и результаты интерпретируют по эмбриональным неделям, не по акушерским. Акушерский это вот с первого дня последнего цикла. Вот как раз-таки по нему мы считаем, что сейчас у меня пять недель и шесть дней. Эмбриональный это минус две недельки. То есть это ровно от зачатия. Первый с ХГЧ я сдала, показатель у меня был 177. То есть это прям такая золотая середина первых двух недель. А потом я сдала, по-моему, на трех неделях. И получается у меня был 5 322. То есть 5 322. И вот сегодня я хочу сдать в последний раз и просто посмотреть динамику. В этот раз уже показатель должен быть там порядка 10 тысяч или больше. Но будем надеяться, что тоже все в порядке. На голове у меня до сих пор просто полный бесконтроль. Так что, подруженьки, увидимся после УЗИ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас здесь один идеальный, красивый малышок, который ждет встречи с мамой, с папой и со своим старшим братиком. Просто прелесть какая! Результаты нашего УЗИ. Все тут видно. И сам эмбрион тоже видно. Но сердцебиение еще, конечно же, не разглядеть, не расслышать и так далее. То есть не видно даже вот этих движений сердечка. Поэтому и в этот раз, я не помню, сказала, приходи через 2 недели. Ну и как бы чего следовало ожидать. Ну да ладно, слава богу, что у меня УЗИ аппарат нормальный. И видно, что маленький эмбриончик там внутри есть. Все показатели, все размеры, все-все-все соответствуют норме. Все соответствует также моему циклу. Различия там, по-моему, всего-то на всего пара дней. По УЗИ получается у меня 5 недель и 4 дня. И, что немаловажно, плодное яйцо такого размера, в которое обычно помещается один ребенок. Если бы оно было бы увеличено, то можно было бы предположить, что там двойник. Но как-то, в общем, в нашем случае, мне кажется, волноваться по этому поводу не нужно. У нас прямо один-один. Идеальный маленький малышок, который скоро превратится либо в мальчика, либо в девочку. Ну или, точнее сказать, уже мальчика или девочка. Скоро мы узнаем, там, мальчик или девочка. Подруги, привет! Сегодня у нас день Икс. Я отправляюсь к гинекологу для того, чтобы сделать повторно наше УЗИ. Сейчас прошло ровно 2 недели. Дышать очень тяжело. А дышка, конечно же, это одна веселая составляющая жизни беременной женщины. Короче, сейчас у меня полных 8 недель. Я очень надеюсь, что сейчас уже мы сможем посмотреть малыша, послушать сердцебиение. И в целом прогресс, он будет налицо. Конечно же, как и любой, мне кажется, беременной женщине, ну и, по крайней мере, большинству, мне как-то сильно бойзно. Понятное дело, я нервничаю. Хочется, чтобы все было в порядке. И одним таким фактором, который придает нервов, это мой ХГЧ. Есть некоторые моменты, которые меня лично настораживают. Гинеколог мой пока на это смотрит все спокойно, потому что, естественно, мы знаем, что отдельно ХГЧ вот один, как показатель, никто не смотрит, но тем не менее. Я, в общем, по этому поводу волнуюсь. Но об этом буду рассказывать уже более детально в моем видеоролике отчета беременности первых 4 недель. Сегодня у нас только УЗИ. На улице, к слову говоря, жутко-жутко холодно, поэтому пока у меня рука еще не отперла, буду камеру выбирать в сумку и уже сниму наши УЗИ в кабинете врача. Ну, а обо всем остальном уже дома. После нашего визита с вами поговорим. Молодец. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что ж, подружки, я вернулась со своего УЗИ. Смотрите, какая красота. Вот она, наша маленькая лялечка. Или он, наша маленькая лялечка. Пока неизвестно, непонятно. Но самое важное, что лялечку уже видно. Вот здесь также у нас есть сердцебиение. Все у нас на своих местах, все хорошо. И что немаловажно, лялечка одна. Вы знаете, что я до вот такого вот основательного первого УЗИ, в котором все видно, все слышно, все понятно, я все волновалась по поводу двойни. Во-первых, потому что у нас показатели ХГЧ были такие странненькие. О них я расскажу в видеоролике про первые 4 недели, то есть отчет нашей беременности. Вот это был первый такой момент. Второй момент, конечно же, я об этом думала, потому что с возрастом после 35, если быть точнее, повышается возможность двойни. И в прошлый раз, когда мы беременели моим старшим сыном, у нас была история. Первое УЗИ, которое мы уже пошли делать на 8 неделе, это вот было второе УЗИ, потому что на первом ничего не было видно. Так вот, наше второе, или первое УЗИ, значит, и там доктор меня спросил, а вот что, ЭКО было? Я говорю, да нет, почему? Она говорит, ну, у тебя тут несколько яйцеклеток, очевидно. Просто одна прицепилась, оплодотворилась, и, в общем, выжила только одна. И тут я поняла, что был шанс у нас все-таки на двойни. Следовательно, в этот раз я тоже по этому поводу переживала. Ну, то, что переживала на самом деле, до переживания еще не дошло. Я по этому поводу думала. И, учитывая какие-то моменты, я, в общем, подозревала, что такое может быть. Но УЗИ подтвердило одного малыша. Слава богу, не будет вам веселого контента. Моих попыток справиться с тремя детьми одновременно. Вот. Что же наше УЗИ мне показало? Значит, по сроку моих месячных, то есть первого дня, последнего цикла, у меня ровно 8 недель на сегодняшний день. По УЗИ у нас получается 7 недель и 3 дня. То есть у нас там есть небольшая нестыковка, но это нормально. Серцебиение у нас 167 ударов в минуту. И уже размер плодного яйца, как я понимаю, 26,8 мм. А самого маленького эмбриончика 11,7 мм. Ну, это если я читаю правильно здесь отчет моего доктора. Серцебиение отчетливое, стабильное, сильное, поэтому здесь мы можем только порадоваться, что малыш действительно прикрепился и развивается так, как нужно. Второй мой бежит. Малыш. Как притопал, так и утопал. Значит, о чем мы поговорили еще с моим доктором? В силу того, что пандемия, и мы большую часть беременности будем проводить в Санкт-Петербурге, не в Риге, то наблюдаться и становиться на учет первоначально я буду здесь, в Санкт-Петербурге. Для этого моя доктор назначила мне дату во второй половине февраля. Я должна буду прийти, сдать огромное количество всяких разных анализов, которые будут показывать состояние моего здоровья, моего организма, что нужно подправить, что нужно, не знаю, там, повысить, понизить и так далее, и так далее. Плюс ко всему, я планирую заранее узнать пол ребенка. Я думаю, для вас это будет хорошая новость, ура! Если вы ждете с нетерпением того дня, когда мы узнаем пол моего ребенка, то я с вами. Я также вместе с анализами, которые буду сдавать во второй половине февраля, также сдам анализ генетический, который с точностью там что-то 99,9% определит пол будущего малыша. И, конечно же, на канале у нас с вами будет видео гендер-пати, в котором мы с вами будем, я не знаю, хлопать хлопушки, хлопать шарики. Не знаю, я еще придумаю, может быть, будут капкейки. В общем, что тогда я придумаю, у нас с вами обязательно будет видео, в котором мы с вами торжественно узнаем пол нашего малыша. Причем это будет, как я уже сказала, достаточно скоро, потому что сейчас по крови мамы уже можно определить пол ребенка после девятой недели. Сдавать я буду, по-моему, получится на десятый. Займет это 10 рабочих дней. И в целом к моему дню рождения, который 8 марта, мы уже будем знать пол моего малыша. Не терпится, не терпится. Потом, что еще? Еще я, конечно же, поговорила с доктором по поводу образа жизни, питания, того, что мне нужно, что мне нельзя, чего лучше избегать, как лучше есть и так далее, и так далее, и так далее. Важный момент, естественно, это набор веса, потому что излишний набор веса, он в беременности, особенно в третьем триместре, грозит всякими разными неприятными осложнениями, такими как гистос, беременные диабеты и так далее, и так далее, и так далее. И дабы всю эту красоту избежать, я уже в самом начале моей беременности должна думать о своей диете, особенно вспоминая свою первую беременность, в которую я, мои дорогие, набрала 30 килограмм. Это было просто феерично. В эту беременность, к слову говоря, я вступила не так прекрасно с точки зрения веса, как в прошлый раз. Если помните, в прошлый раз я была 56 килограмм, это мой самый идеальный вес. То есть я в 56 прям довольна собой как сло. Сейчас я просто как слон. Об этом также я буду более детально с вами говорить в отчете о беременности 1-4 недели. Но забегая немного вперед, я плюс 14 килограмм к своему идеальному весу. Позор, позорный, кидайте в меня тухлые помидоры. Ваша матушка 70 килограмм. Но слов нет, короче. Я думаю, на этом мы можем закончить этот видеоролик. С этой прискорбной вестью. Ну что ж, как есть. В общем, раскрываю вам свой позор. После родов первых за почти 2 года я не то, что не пришла в форму. Я далеко от своей идеальной формы. Я вешу 70 килограмм. При всем при том, что я 1,65 метра. Для меня это просто катастрофа. И если думать о том, какой я должна пойти на роды, я себе даю максимум, максимум 15 килограмм, которые я позволяю себе набрать за эту беременность. Поэтому уже сейчас у нас диета, рацион. Не жрем на ночь, не жрем сладкое. Короче, следим за тем, чтобы то, что попадает мне в рот и количество той еды, которая попадает мне в рот, было умеренным. Чтобы у нас все было с вами четко. Наверное, все остальное мы будем с моим доктором обсуждать уже в конце февраля, когда я записалась к ней на прием. Когда мы встанем на учет. И дальше уже буду вам рассказывать, как у нас там дела. Наверняка там уже к тому времени придут анализы основные мои, которые я сдам вместе с генетическим анализом для определения пола ребенка. Ну и в общем, это уже буду рассказывать. На сегодня, наверное, это самые-самые наши главные новости. Ну и, пожалуй, действительно, помимо всех деталей, самое важное, что малыш наш, он крепенький, здоровенький, растет, развивается. И все у него там в животике мамы сильно хорошо. Тонусов, кстати говоря, у меня тоже никаких нет. Так что, подруги, на этом мы с вами начинаем череду наших роликов предметных и прям детальных отчетов моей беременности. В будущее мы будем с вами идти по неделе. Следующие два отчета, они будут с первой по четвертую неделю и с пятой по восьмую неделю. А после этого раз в неделю на моем канале будут отчеты каждую неделю беременности. Я буду вам рассказывать, как она развивается, как я себя чувствую, какие наши новости. И, конечно же, как это все прекрасное действие проходит в совокупности с тем, что у меня в доме теперь есть маленький ребенок. Буду пытаться вспоминать, как у меня все проходило в первую беременность. Слава богу, у меня есть мой YouTube-канал, и там я могу подглядеть свои видеоролики с отчетами. И буду, конечно же, сравнивать первую беременность со второй. На этом все. Сегодня с вами прощаюсь. Желаю доброго дня. Увидимся с вами в следующем моем видеоролике. Пока!